Всем привет! В столице нашей Родины идет дождь. 14 градусов. 14. В Москве цветут каштаны. Но насладиться каштанами невозможно. Вот только когда каштаны выпускают вот эти свечки, обязательно в Москве шторм, дожди. Поэтому никогда не бывают плоды у каштанов в Москве. Редко когда. Сирена красивая. Прямо красивый. Так много каштанов. Они так красиво в этом году цветут. И вот дождь уже позбивал. Все свечечки. Они уже в разные стороны все. Аутфит дня. И мои сапоги оленяные. Всем привет! Люблю весной и летом носить джинсовые платья. Люблю платья-рубашки. Люблю гладкие платья. Люблю носить их и с кроссовками, и с балетками, и со шлепками, и с вьетнамками. Ну вот для меня это вот прям парочка выручалочка. Платья-рубашки вообще обожаю. Я их и как платья ношу, и как сверху рубашки, снизу могу вот к темному платью. У меня есть специально джинсы темные, чтобы прям тон в тон. Ношу с футболками в тон, не в тон. Он расстегнутый, застегнутый. Для меня вот это вот прям идеальные платья, в которых я себя чувствую хорошо. Как я их стираю? Вот здесь у меня джинсовые вещи темного цвета. Вот внешне, если смотреть на джинсовые платья, оно абсолютно чистое. Но пятен на такой джинсе можно обнаружить, только вывернув наизнанку. Раз пятно, два пятно. И низ джинсов грязный. Вот если кинуть в стиралку, такие пятна могут не отстираться, потому что я стираю джинса. Не такой длинный цикл стирки. Поэтому такие вещи, низ джинсов и вот такие пятна, я застирываю. Конечно, я обращаюсь к своему ящику с мылом для цветных тканей, для цветных и белых, для цветных и белых. И вот эти для цветных. На этом конкретно написано, что оно подходит для холодной воды. Застирывать я буду в холодной воде, поэтому я возьму эту. Я использовала вот эту. Как она называется? Мы уже хозяйственные универсальные в Корее. Вот так выглядит номер один. Вот джинсу будет хорошо стирать. Биомио наша. Вот это. Оно нейтральное и не повредит ткани цветной. Не выберите ее. Я смочила холодной водой. Несла мыло с изнанки. Обязательно, вот когда темно-синие джинсы, только с изнанки пятна вывожу. На лицо даже не касаюсь мылом. И оставляю, не затираю. Если я буду тереть, то это место будет более светлым. Я хочу ровный тон. Несла на все участки низ джинсов. На платье. Жду минут 15. Стирал. Всегда стираю вывернутую наизнанку. И вот платье я всегда застегиваю, чтобы случайно там рукав может попасть, подол. Белиться, затереться. Поэтому всегда наизнанку. И застегнутая на все пуговицы. Темную джинсу буду стирать с гелем для стирки для черного. Он меньше всего убирает свет. Иногда, когда не бывает мыла и бывают пятна, я беру гель. У меня в основном концентрат. И вот этот концентрат наношу на пятна. Прямо тот объем геля, который я должна положить в стиралку, я просто наношу на пятна. Все пятна нахожу, нанесу на пятна, даю полежать. И потом кладу в стирку. И тоже хорошо отстирывать. Цикл стирки 30 градусов джинса. Особенно. И вот уже когда постирала, обязательно просматриваю на предмет вот именно желтого всего с изнанки, для того, чтобы не было таких казусов. Очень потом темное платье сложнее убрать вот эту желтизну, чем со светлого. Тогда, если я буду в темном это делать, я потеряю цвет. А здесь хочется сохранить такой темный глубокий синий. Лежало джинсовое платье. И вот желтый такой ореол. Его несколько лет не надевала. И перед вот вообще получается грязный. Оно стиранное. Абсолютно стиранное. Но вот такой... Вот здесь где-то духи, видимо, когда-то попадали. Платье голубое. Вот видно. Белесое пятно. В таком случае, что мне поможет? Перкарбонат натрия. Обычный перкарбонат натрия. Не отбеливатель, а именно перекись водорода с содой. Столовая ложка перкарбоната натрия. Так, носок у меня здесь какой-то записался. Я его убираю. Он мне не нужен здесь. Как платье у меня долго лежало, я не носила. И, конечно, будет кондиционер. Высмягчить и ароматизировать. Давно лежало платье. В панат натрия буду добавлять гель-кондиционер с пятновыводителем, потому что там все-таки вот эта желтизна, и ее хочется убрать. Голубое платье буду стирать на лицо, потому что мне нужно, чтобы шла вот эта желтизна. Это только вот такая внешняя стирка поможет. Не переживаю, что потрется. Оно будет одно. Все. Включаю джинсу 30 градусов и стираю. Так хорошо выглядит платье стало более голубым. Сильно не потерлась, даже из-за того, что я постирала на лицо. Но вот эта желтизна ушла вся. Часто вот голубая джинса желтеет со временем. Перкарбонат здесь тоже помощник. Глажу все с изнанки. Обязательно джинсу все глажу с изнанки, чтобы не было лишних потертостей. Неважно, какая она голубая, темная. Вот это время года самое идеальное, на мой взгляд, для вот... Если хотите посетить Москву, лучше всего приезжать в май. Зелень кругом необыкновенная. Цветет сирень, каштан, тепло. Не надо много вещей с собой береть. Сегодня сухо. Я вчера что-то запарилась. 14 вчера было, но очень жарко было. И сегодня полегче оделась. футболка сверху. Платье джинсовое, как рубашку. Джинсы и кроссовки. Сегодня у нас 16. Мои кроссовки сегодня. Люблю носить вот так. Джинсы темные, футболка. И платье вместо плаща, рубашки. Верхняя одежда. Очень удобно. Яркие кроссовки. И синяя сумка. На длинной цепочке, иногда длинная цепочка, мешает. И я просто проворачиваю цепочку. Вот так. Застюгиваю сумку. И получается короткая цепочка. Очень удобно. И когда надо, я просто вынимаю и делаю ее длинной. И нашу. Вот так. Когда жарко, можно рукавчики закатать. Когда холодно, раскатать. Очень удобные платья-рубашки. Это самое лучшее изобретение для лета. Весны и осени. Просто как платье. Снизу футболка. Платье с карманами. И кроссовки. С джинсами всегда удобно. Кроссовки. Можно в валенке, конечно. Ну, пока прохладно. Можно и в кроссовках. Постирала, поносила, показала, как я ношу джинсовую одежду. Всем пока. До новых видео. Если кому-то интересно, эти платья были. У меня Юникло. Это старые коллекции. Ну, я так думаю, что джинсовые рубашки, платья можно найти в любом джинсовом магазине. Продолжение следует...